Всем привет! Вы на моём канале, а я как всегда в гараже. И в преддверии 14 февраля, конечно же, нужно сделать подарок. А подарок, сделанный собственными руками, намного лучше. Так как жена у меня фанат всякой лофтовской мебели, у меня в гараже всё сделано вот так вот. И поэтому я в подвале кое-что припас. Так, вот это нам пригодится. Старые номера нам тоже пригодятся. Ну и чутка железок тоже нужно захватить. Ну а теперь нужно придумать ножки. Ножки, я думаю, взять вот такие вот крепления от стеллажей, от полок. Просто перевернуть. Вот тебе, грубо говоря, готовая нога. Только нужно немножко доработать. Чтоб понимали, вот такие стеллажи. Вот так вот нога одевается, чик, и уже вешается полка. А вот уже готовый вариант. Вот так вот он найдёт, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok Ну а сейчас будет самое интересное. Нужно сделать абажур. Конечно, можно сделать его любой формы. Ну, как вы поняли, то, что у меня он будет делаться из номеров. А всё-таки я хочу, чтобы он был круглый. Поэтому нужно взять какую-то окружность. Сейчас я возьму такую херню. Савдеповский стул. Без разницы, на чём мять. Грубо говоря, просто нужно согнуть. Нам как надо. Конечно, будет проще взять какую-нибудь бочку. Ну, либо ведро железное, потому что пластико будет гнуться. Но нам самое главное придать форму. Вот она придается. А тут дальше уже дорабатываем. Я думаю, в принципе, норм. Одну я подзагнул. Сейчас я так же подзагнём. И что-то примерно должно получиться у нас вот такой вот круг. Ну, а теперь я понимаю, что без основания получится какая-то херня. Поэтому я взял вот такое вот ведро. У меня там на донышке кое-что осталось. Сейчас оперливают всё в канистру, чтобы ещё сохранить. Может быть, куда-то пригодится. Обжигаем. И, я думаю, монтируем. Ну, как вы понимаете, если взять ведро и обжечь, ничего хорошего из этого не получится. Ему место только в чермете, потому что он начинает гнуть, вертеть. И, в общем-то, нагара слишком много. И оттирать я тоже бы замучился. В итоге я взял новое ведро. У меня тут было немного масла от Атачи. Кстати, использую, использовал, использую, использую и... Сука. Редуктора коробки. Короче, вот и всё. Форма у нас есть. Надо только отчукрыжить ручку и накидывать номера. Я думаю, что-то получится шедевральное. Я единственное переживаю, знаете, за что? То, что оно, мне кажется, маленько большевато. А может и нормально. Не знаю, короче. Как сделаем, мы всё увидим и поймём. Погнали! Ну вот и уперлись в проблему то, что здесь идёт ребро жёсткости. Я так думаю, то, что нужно его ликвидировать, наклепать номера и, соответственно, вот этот кантик как-то тоже туда вклепать, чтобы было всё культурно. Субтитры делал DimaTorzok Всё собрали и разобрали, потому что нужно красить. Короче, не стала заморачиваться с краскопультом. Взял вот такой вот баллон. Ребят, рев, стоимость его 210 рублей. Закинули. Краска вроде как должна быть глянцевая. Посмотрим, что из этого выйдет. А я буду продолжать красить. Ну а теперь давайте перейдём к самому интересному, к электрической части. Просто туда воткнуть лампу для меня было бы это слишком просто. Поэтому я решил сделать ход конём. Изначально я хотел на лазере напечатать шильдик, выпилить его и подсветить диодной лентой. Но нашёл вот такую вот фигню. Когда в своё время мы изготовили наш шильдик и залили эпоксидной смолой. А теперь, я думаю, он мне пригодится. Мы его подсветим и встроим туда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и вот такой светильник получился из подручных средств. И своими руками осталось посмотреть его в деле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА